Племенной завод «Ленинский путь» – хозяйство уникальное не только для Пучежского района, но и для всей Ивановской области. Предприятие занимается разведением крупного рогатого скота ярославской породы и овец романовской породы. С 2006 года кооператив имеет статус племенного. Предприятие – это крупнейший в Пучеже работодатель. У нас 170 человек работающих. Кроме работающих хозяйств, мы имеем в Пучежском районе, в самом Пучеже, свой комбикормовый завод, своя переработка мяса, начиная от убоя и до полуфабриката. И общая сложность есть ли, в совокупности у нас 200 человек получается в нашей организации. В ходе рабочего визита в Пучеж глава региона не смог обойти вниманием это ведущее хозяйство района. На сегодняшний день в СПК насчитывается 2488 голов крупного рогатого скота. Это единственное предприятие, которое занимается романовской овцой вообще в области. Довольно-таки, так сказать, в крупных масштабах. Хотелось бы больше, по голове увеличить, но все упирается в финансовую составляющую. Очень шерсть. С дальнейших времен делали шубы из этой шерсти, валенки. Сейчас это уходит уже в лето, в глубину веков. Но дело в том, что хотелось бы это все возобновить, поставить на поток. Так сказать, хотя бы область обеспечивать ценным, тонкорунным шерстью овец. Коровы ярославской породы тоже по-своему уникальны, неприхотливы и продуктивны. Производство молока в хозяйстве в 2018 году составило 5,5 тысяч тонн. Но над этим показателем еще работают. Ведем с Ярославским племообъединением улучшение формы выменя и скорость молокоотдачи этой породы. Она очень жирномолочная. Жир в среднем по хозяйству за 2017 год у нас получила 4,1. Увеличение продуктивности мы в этом году тоже идем. В прошлый год получили 650 тонн больше по сравнению с 2016. В планах у предприятия расширение производства. Об этом председатель СПК рассказал Станиславу Воскресенскому. Сегодня мне звонили, экспертизу все прошло, все хорошо, нормально. Деньги-то есть? Мы уже начали своими силами под единой пути подготовку площадки. Поэтому я надеюсь где-то... Мы их поддерживаем по программе, по инвестиционным кредитам. То есть банки уже подтвердили. То есть они у нас идут по той же схеме. А Минсельхоз? Минсельхоз все это уже отработано. Они у нас вошли в Минсельхоз? Да, да, да. Вот они у нас на следующий транш должны уже войти. Новый комплекс для коров на 1200 голов принесет району еще больше рабочих мест и налоговых поступлений. Главная проблема сейчас – нехватка квалифицированных кадров. Но здесь у племенного завода «Ленинский путь» преимущество перед другими сельскохозяйственными предприятиями. Своим работникам они плюсом к федеральной поддержке предоставляют газифицированное жилье. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Пучешский район.